Всем привет! Меня зовут Ева Чехова, я приветствую вас на канале Аромакод. Сегодня у нас шок-контент, мы обычно такого не делаем, но решили ввести новую рубрику. Напишите, пожалуйста, ваши комментарии, если она вам понравится, если она вам зайдет, мы обязательно будем делать еще такие. Мы сегодня расскажем об ароматах, которые не зашли. Это ароматы известных брендов, и несмотря на громкую рекламную кампанию и на то, что есть большой бюджет, они все равно ушли в небытие и почему-то никому не нравятся. Мы сегодня разберем 5 ароматов. Подписывайтесь на наш YouTube-канал, если вы этого еще не сделали, жмите колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео, и мы начинаем обзор. И начнем мы с аромата от Dolce & Gabbana Pineapple. Вся коллекция, называется Fruit Collection, вышла в 2020 году парфюмер данного аромата Марии Саламань. Коллекция состоит из трех ароматов. Это апельсин, ананас и лимон. И, вы знаете, очень интересно, она относительно новая. В 2020 году вышла вся коллекция, мы делали на нее обзор. Но вот это те ароматы от Dolce & Gabbana, которые не зашли, и очень мало них отзывов, очень мало пользователей вообще. Они практически ушли с ними в минус. Насколько это возможно для такой компании? Понятно, что на них это особо не отразилось. Но все же про аромат. Если говорить о релизе, то в нем описано все очень красочно. Говорится о том, что яркая сочная коллекция описывает бурную средиземноморскую жизнь и настроение. Она передает это. И каждая композиция посвящена одному фрукту, даже если за ними скрывается сложная композиция из разных масел. Но оказалось, что сложности как раз за этими ароматами никто не заметил. В аромате Pineapple в базе указан табак, даже я могу сказать. То есть это не просто две какие-то ноты. Здесь есть и жасмин, сицилийский апельсин, ананас, серая амбра. Но для меня это моноаромат, фруктовый. Я бы даже не смогла выделить здесь только ананас. Но вот мне он из коллекции нравится больше всех. Лимон получился более острым и тоже не все могут его носить. Но почему так много негативных отзывов? Во-первых, огромный объем. 150 мл для России. Ну, у нас этот объем очень непопулярный. У нас как-то все любят поменьше, потому что хочется иметь как-то больше ароматов в коллекции. И не хранить такую огромную бутылку. Я даже не знаю, как ее назвать. Она гигантская. Крышки потрясающие. Мне очень нравится оформление, но вот крышка это, собственно, самое интересное в аромате. Сложно сказать, почему они прям совсем не зашли. Если судить об аромате, он неплохой. То есть это не пошло, не приторно, не навязчиво как-то. Я думаю, что здесь сыграл роль огромный объем. Поэтому цена 10 тысяч рублей за просто фруктовую воду с небольшой стойкостью. Люди, конечно же, стали возмущаться и, собственно, перестали покупать эти ароматы. Еще один аромат. Это тоже 2020 год выпуска. Что-то в 2020 году у всех парфюмеров пошло не так. Это пятая молекула. Слушайте, ну здесь вообще интересно. Интересно то, что молекулы это всегда огромный взрыв интереса. Очень много поклонников вообще у самого бренда, у ароматов в том числе. Мы уже делали обзор буквально недавно, год всего прошел. Пятая молекула. Тревесные фужерные группы ароматов. Пятый эссентрик. Покупают. Пятую молекулу нет. Пятая молекула состоит всего из одной ноты, из одной синтетической молекулы. И это кашмиран. Если говорить о релизе, то это прогулка по Средиземноморскому острову. Мне кажется, что-то знакомое звучало в предыдущем релизе. Все взяли Средиземноморье и уже второй бренд как-то с ним немного ошибся. И к вопросу, почему не зашли. Тогда почему же именно пятая молекула не зашла. Как я уже сказала, одна единственная нота, одна единственная молекула это кашмиран. Запах кашмирана нельзя назвать простым. В нем соединилось очень много аккордов. Это древесные, хвойные, чуть плесневелые, амбровые. Где-то немного похожи на мшистые. То есть очень-очень много разных аспектов, разных оттенков. Кашмиран сам по себе является универсальным материалом. С ним много кто работает из парфюмеров. Они говорят о том, что это классный материал. Он очень диффузный. Он стойкий. То есть его можно использовать практически везде. Потому что он дает очень большой спектр ароматов. От запаха нагретого солнцем спила древесного какого-то до запаха сырых подвалов. Что многие с ним ассоциируют. Но все дело в дозировке. И до Гезы Шойна никто не использовал кашмиран в таких количествах парфюмерии. Все брали в каких-то умеренных дозировках. Я думаю, отсюда и результат. И вот несмотря на то, что кашмиран очень по-разному звучит. Если почитать отзывы. А мы их почитали. Посмотрели уже за это время. Познакомились с отзывами. Сами поносили. И поняли, что кашмиран на самом деле очень многим не нравится. То есть несмотря на всю его диффузность, стойкость и прелесть. Очень многим он как раз пахнет гнилой картошкой. Многие об этом говорят. Сырыми подвалами. Вот именно сам кашмиран. С сырыми подвалами. Прогнившей картошкой. Плесенью. Там плесневелой стеной. В общем, самыми разными ужасами, которые только возможны. И конечно же, никто не хочет это носить на себе. Мне, честно говоря, пахнет древесиной. Мокрой деревяшкой. Вот спил дерево. Мокрый. Только что прошел дождь. Мокрый. Где-то в каком-то лесу. Ой, вот возможно рядом мох. Для меня все же это древесный запах. Но я бы все равно не смогла такое носить. Потому что он весьма специфический. Он очень стойкий и диффузный. На самом деле. То есть я слышу с болтера буквально вот так. Ну это несмотря на то, что я только нанесла. То есть шлейф дальше выйдет на турке однозначно. Из всех молекул, я думаю, вы знаете, особенно если вам нравится бренд Eccentric Molecules, вы его носите. Пятое самое громкое и самое шлейфовое. И мне кажется, конечно же, у людей разочарование. Потому что кашемиран, кашемир у нас ассоциируется с какими-то приятными кашемировой тканью. Это какой-то свитер из кашемира. Что-то приятное. Но оказалось, что это что-то совсем другое. Сырые подвалы, картошка. И мне кажется, что у людей возникло разочарование. И они решили, что ну давайте будем брать эссентрика. Молекулу отставим пока на потом. Еще один аромат от Ксирджов. Называется Амамбеля. Выпущен в 2020 году. И снова 2020 год. Представляете же, третий аромат. Мы недавно его снимали, обзор на него в новинках. Но уже поняли, что так как прошел год создания, опять же, познакомившись с отзывами, мы поняли, что аромат очень многим не нравится. Самый частый отзыв на этот аромат, я вам цитирую. Я не знаю, почему он мне не нравится, но он мне не нравится. Это самый частый и самый, казалось бы, непонятный, но при этом всем понятный отзыв. Нот очень много. Если говорить о верхних, это лимон, бергамот, апельсин. Для меня, почему я думаю, этот аромат не зашел? Напишите, пожалуйста, комментарий ваш, мне будет очень интересно почитать. Потому что мое мнение, почему он не заходит людям слишком громкий. Все, что от слова слишком, слишком. Очень громкий, огромное количество нот в одном месте, в одно время. Непонятно, чем звучит. И горько, и сладко, и какая-то для меня еще лекарственная нота. И мне хочется убрать. То есть, может быть, где-то в удалении. Это приятно в шлейфе, но самой себя я бы не хотела ощущать такой аромат. Несмотря на то, что любители громких ароматов огромное количество, многие любят стойкие ароматы. Громкие, Эрбопура, например, кирки, у которых шлейф дальше двух метров. Огромная диффузность, стойкость невероятная. На одежде они держатся бесконечно. Вот этот аромат, это продолжатель линейки Эрбопура, кстати. Но Эрбопура, на мой взгляд, гораздо приятнее. Она более сладкая. Вот этот аромат, он все же на любителя. Я, опять же, не могу сказать, что он совсем неприятный, что невозможно носить, что он отталкивающий. Но все же он на любителя. И мне кажется, что пока, наверное, из-за того, что аромат новый, любителей мало. Еще один аромат от Ex Niila. В этот раз Explicite. Выпущен в 2020 году парфюмер Хорде Фернандес. Опять же, творение Хорде Фернандеса, это история вдохновения Испании. И многие говорят о том, что это, опять же, что-то похожее на Амабеле в плане громкости. Очень громкий парфюм, композиция. Вообще у Ex Niila флер наркотик звучит, например, максимально громко. Но, на мой взгляд, он более мягкий. Если я вот уже... Мне довольно сложно дышать. Я брызнула здесь один раз, и я вот так уже отстраняюсь назад. Возможно, вы этого не заметите. Но это правда так. Мне хочется отойти от него немного подальше. Возможно, это только моя реакция. В релизе говорится о том, что эту композицию нельзя назвать слишком пошлой или слишком страстной. Что в ней есть ностальгические нотки, некая современная утонченность. Возможно, ее можно назвать дерзкой и неконтролируемой. Но зато она вдохновляет на смелые решения. По поводу дерзкости однозначно. Контроля. Я не знаю, как можно контролировать какую-либо композицию. Каждая живет своей жизнью. Но вот это для меня лично такая, которую хочется на расстоянии быть у этой руки. Держать как минимум. И у меня с ним очень интересная история. Он неплохой. Я вот опять же, наверное, про четвертый аромат говорю. Неплохой. Есть ароматы, которые просто не понимаешь, как возможно носить. Но вольфакторное восприятие настолько разное. Настолько оно индивидуальное. Что все, что мне слишком громко, кому-то в самый раз. И человек будет его с удовольствием носить. Потому что мы очень разные все. И как мы воспринимаем ароматы. Я чем больше узнаю, читаю отзывы, тем больше понимаю, что это совершенно противоположные мнения. Иногда вплоть до белое и черное. Но вот у меня с этим ароматом, повторюсь, история такая. Он мне нравится с блотером. Когда блотер... Вот брызнешь утром, блотер полежит весь день. И вечером идеальный, спокойный, приятный аромат. Ничего в нем не душит. Ничего не кричит, не выпирает. Но многие говорят о том, что очень душит в этом аромате уд. Который не заявлен в базе. Но его все слышат. То есть он вообще не заявлен в нотах. Не то, что в базе. Он вообще нигде не заявлен. Но все слышат. Он еще и душит. Какой-то призрак уда появляется в этом аромате. Если вы пробовали, напишите, пожалуйста, комментарий. Интересно почитать, насколько этот аромат вам заходит. Потому что многим он не нравится именно из-за того, что он слишком громкий. Пятый аромат. Это еще один аромат от бренда Eccentric Molecules. The Beautiful Mine 2. Версия в синем, как ее часто называют. 2015 год. Аромат называется Precision and Grace. Посвящен он балерине Полине Семеновой. И говорится о том, что для балерины важна не только красота и какое-то вдохновение. Но еще и ее упорная работа у станка. И только тогда может показаться, что балерина парит на невидимых крыльях. А это ежедневная трудная работа. И вот здесь сложно сказать, что не нравится. Это, наверное, единственный аромат, над которым я очень долго думала. Почему же он не нравится людям? Я в нем слышу абсолютно спокойные ноты. Скорее, хвойные. Цветов очень-очень мало. Хвойные ноты. Но через 5 минут с ним случается метаморфоза. И об этой метаморфозе все говорят. Появляется косметическая душка очень яркая. Похожа на дешевый освежитель. Воздух, ну, крайне дешевый. Вот для меня это что-то химозное. Я бы не смогла его носить. И очень многие говорят о том, что вот я обожаю его собрата в красном. The Beautiful Mind One. Что это любовь с первого взгляда, с первого затеста. И очень многим доставался пробник второй версии. При покупке первого. И вот они говорят о том, что если красный это любовь на всю жизнь. И вообще великолепный аромат. То синий это какой-то хвойный мир. Какая-то освежитель для машины. Елочка вот эта тоже дешевая, картонная, пропитанная непонятно чем. Вот что-то такое. Я знаю, что все молекулы нужно наносить на кожу. Но, честно говоря, не хочется мне наносить его на свою кожу. Я с вашего позволения этого не буду делать. Потому что даже с блоттера он для меня отталкивающий. И так как он довольно стойкий. Все равно любой парфюм будет держаться пару часов на коже однозначно. Если он вам не зайдет, его нужно будет смывать. Напишите, пожалуйста, свои комментарии об этом аромате. 2015 год. Он достаточно старый. Я думаю, для того, чтобы любители парфюмерии его попробовали. Нам будет очень интересно. Нравится он вам? Или наоборот, как мне выдает странный освежитель воздуха? Итак, 5 ароматов, которые не зашли. Наша новая рубрика. Напишите, пожалуйста, комментарий, насколько вам понравилась эта рубрика. Продолжать ее или нет. Потому что мы вводили рубрику новинки месяца. Она зашла. И мы теперь ее проводим регулярно. Очень интересно узнать про эту. Мы собрали 5 ароматов. И, возможно, вы знаете еще какие-то провальные ароматы. С огромным количеством негативных отзывов. Напишите, пожалуйста, тоже. И мы их обязательно включим в следующую нашу подборку. На сегодня это все. Ставьте лайки, пишите комментарии. Увидимся с вами в следующих выпусках. Продолжение следует.